В деле Василия Ганыша допросили свидетеля. Сегодня в Киеве в Днепровском райсуде продолжили рассматривать дело по экс-депутату Крымского парламента Василию Ганышу. Его подозревают в госизмене. Суд длился три часа. Подробности в сюжете. Сегодня свидетелем на суде выступает главный редактор Черноморской телерадиокомпании Александр Янковский. Именно Черноморская предоставила видео, где Ганыш сидит в сессионном зале Крымского парламента, когда принимали Российскую конституцию в Крыму в 2014 году. Янковский еще не успел дойти до трибуны. А адвокат обвиняемого и сам Ганыш уже против. Мы глубокое переконание. Свидетель Янковский является человеком, который находится под вплывом. Под вплывом предпринимателей прокуратуры Автономной республики Крымского. Потому что он уже два раза задержался. Никакого тиска с боку органов прокуратуры на меня не удается. Александр Янковский рассказывает, журналисты Черноморской телерадиокомпании были в сессионном зале. Был там и Ганыш. Это есть на видео. Александр Янковский, журналисты Черноморской телерадиокомпании. Репортаж из местных событий. Так, делали. Я смотрелся много материалов. Были видеосюжеты российских телеканалов. Они могли туда вольно заходить. Это были телеканалы ОРТ, НТВ и так далее. Это были кримские телеканалы. ДТРК Крым, который теперь называется первый кримский. Это был кримский еще один телеканал ОТР, который сейчас находится тут в Киеве и продолжает свою работу. Конечно, он отрезается из съемки, отрезается от наших съемок. Но я вижу там те самые обличия, ну приблизительно, да, там те самые люди находятся в сессионном зале Автономной республики. Верховная рада Автономной республики Крым. Прокуратура просит также опросить в суде сотрудников СБУ, которые задерживали Ганыша на границе между материком и оккупированным Крымом. Так как на одном из последних заседаний суда подозреваемый заявил, при задержании нарушили его права. В первом из последних заседаний он сказывался на повышение при задержании, его доставление до следственного суддейства. Стоит повышение процесования сроков. Поэтому я считаю, что мы должны реализовать все эти условия. Прокуроры также просили пригласить и врачей, чтобы те засвидетельствовали состояние здоровья. Судей ходатайства отклонили. Следующее заседание назначили на 13 апреля. Ждут сотрудников СБУ.